Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Немножко покороче Если вы не видишь героя Уже немножко забывать Его начинаешь Ну и Шейкер Залетает от команды Также Ну и в бане у нас мы видим Висп Дум И у нас Клокверк со стороны Тим Эмпайр в бане Дарксир, Найт Сталкер и Шадоу Финк. Ну и Клокверк в бане. Собственно, что с Резолюшиным думать себе? Да ничего, я не думаю, что Резолюшин сильно там. Жаждал играть именно на Клокверке. Найт Сталкера забанили. Это уже... Это уже... Изменение касательно прошлого матча. Ну и кстати, путь вообще не пыльный был у Империи, честно говоря. Все получилось как-то складненько так и... Ну и в целом не сказать, чтобы слишком сильно Империю кто-то напряг. С Пээрами тяжелая катка была, безусловно. Это была предыдущая команда, предыдущее противостояние. И сейчас... Команда Эмпайр, в общем-то, гораздо легче себя чувствует против Денис Бирс, чем это было против Пауэр Рейнджерс. Обидно, что Пээры там не по той сетке шли, если бы они шли внизу и где-то с Империей встретились в финале. Это было бы, скорее всего, поприятнее для всего СНГ комьюнити. Действительно, единственное серьезное сопротивление именно они и оказали Империи. Но пораньше встретились. В итоге в четверку топ-команд не попали, поэтому уже о каком финале можно говорить. Тим Эмпайр банит также после СФ-а. Еще и... Как же тебя зовут-то? Эмбер Спирита, конечно, да. Банят Эмбер Спирита и герокоптер отлетает в баню от команды Денис Бирс. Не сказать, что долго, конечно, Империя пикала. Но видно, что выверенные шаги производят. Особенно так фастом стандартные комбуни пикают. Где-то анализ какой-то присутствует. Дазл залетает в пик команды Империи. Здесь у Денис Бирс еще нет ни мидлейнера, ни мейнкерри. И я немножко сомневаюсь, что Шейкер пойдет на сложную. Возможно, это два саппорта было пикнуто. И сейчас мы увидим и оффлейнера, и мидера, и главного керирующего героя. Который будет потом, ну, по крайней мере, пытаться разносить команду Импайр. Винд Рейнджер. Вот это приятно смотреть. Это действительно хороший герой с крутой реализацией. В крутых руках. Вообще отличный герой. Рейс Кинг залетает для Тим Эмпайр. Молча, спокойненько, слова не сказал, стал, господи. Я не могу смотреть на его лицо. Постоянно смотрю на лицо Рейс Кинга, и меня пополам ломает. Насколько же тупое выражение лица. И такое ощущение, что он просто смотрит на вот это окончание своего шлема. Или пытается посмотреть на вот этот красный рубин, который у него во лбу торчит. Ну, не может просто человек или кто он там настолько тупо смотреть. Жесть, просто жесть. И он стоит, что? Я не понимаю, что? Почему все смеются? Ну, и четвертый пик от команды Дэниш Бирс. 40 секунд. Дополнительное время уже юзают. Задумались. В прошлой игре долго тоже думали. Там на последних секундах паны были, на последних секундах пики. В общем-то, сейчас... Сейчас антимейдж. Вот такие дела. Антимаг тоже в этой квалификации ни разу не появлялся, по-моему, в пиках. Если я не ошибаюсь, у Империи точно не появлялся. И против Империи тоже антимага мы не видели. Вот теперь будет антимаг. С Рейс Кингом, в общем-то, разговор относительный у антимага. Может, как минимум, одну жизнь ему сократить еще до начала ее. Поэтому антимаг выбор, в принципе, неплохой. Но в целом, пул героев пока не ясен. Сейчас увидим муфлейнера. И, возможно, он все эту... Весь этот подбор героев команды Дэниш Бирс накажет. Хотя, в целом, какую-то общую комбу особо, наверное, она не вырисовывается. Одиночную цель, да, я вижу, как убить. Связка, Мистик Флеер, понятно. Антимаг нарезал, Шейкер, все это понятно. Но в целом, толпой драться пока не очень ясно. Степень контроля тоже постольку-поскольку. Шейкер с фиссурой, но это ненадолго. И это, возможно, не по всем. И это не факт, что попадет. А вот ВР-ка со связкой тоже достаточно сомнительный контроль. Зайдет, не зайдет. Ну и Брудмазер от Дэниш Бирс отправляется в баню. Хороший бан, правда, очень хороший бан. И Баунти Хантер от Тим Эмпуарь тоже отваливается. Ну, Эмпайр задумали, софтлейнера нет. Кто там вообще имеется еще? Дарксир не в... А, Дарксир в бане, первым же баном от Тим Эмпайр. Забыли, забыли Тайт Хантера. И вообще плевать всем на него. Магнуса не пикают, не хотят, не пикают. А это один из героев команды Эмпайр. Но тут Магнус, да, под вопросом. Собрать всех вместе, окружить всех, чтобы Шейкер просто нажал Эхо Слэм. Это печальная история. Возможно, Тайт. И такой жирный-жирный пик. Рейс Кинг плюс Тайт Хантер. Контроль какой-никакой будет. Туск, Барат Рум. Кто еще может на сложную отправиться? В конце концов, есть еще Брюмастер. Тоже не стоит забывать. Который на лоу ХП здесь может развалить, скорее. Смага точно, Шейкера. После проюзанной ульты, я думаю, что... Легион Коммандер! Угу. Вот так вот. Женская сила в бой. Феминистки вступили за команду Эмпайр и Легион Коммандер последним пиком. Теперь, кстати, вопрос. Легион Коммандер бывает и на мидлейне. И очень неплохо бывает на мидлейне. Легион, как в АПу, может и правда отдадут резолюшену на сложную линию. А Легион Коммандер отстоит себе мидлейн спокойненько. В пачке с тем же Дазлом. А Рубикс в Рейскингом спокойно отстоит себе легкий лайм. Ну, сейчас будем смотреть. Интересно будет посмотреть, если Легион Коммандер тем более в руках у резолюшена будет. Я, по-моему, на своей памяти не видел Легион Коммандер от резолюшена. Это точно. Да и вообще, в исполнении команды Эмпайр не часто этот герой заходит, если вообще заходит. Кстати, у нее такой же Рубин, как у Рейскинга, но она почему-то не пялится в него. Она просто смотрит вперед. Вот, пожалуйста. Потом говорят, что... Почему говорят, что у девушек там развитие выше или раньше начинается? Рейскинг, он взрослый дед и просто не может собраться в кучу, смотрит себе в переносицу. Ладно, закончили. Йоку забирает себе Квин оф Пейн. Резолюшен будет играть на Легион Коммандер. Сайлент. Это Рейскинг. Дезл. Дезл. Дазл. Конечно же. Ноу Фир. А Лоха Дэнс будет играть на Рубике. Со стороны команды Дэниш Берс. Калкулус будет играть на Вин Рейнджер. На Мид Лейне Ноя отправляется на сложную линию на Фениксе. Райс будет саппортить на Скайрос Маги. Мастер Риск играет на Шейкере. И Антимаг для... Опять я его забыл. Он в прошлой игре был на Слардаре. Это... Какой-то такой ник. Какой-то никакой ник. Это Эйс. Да. Очень простой ник. Легко запоминающийся. Но, видимо, не в моей ситуации. У Антимага навичная прическа. Просто укол. Команде Эмпайр. Это вызов. Челлендж Ацепт. Скайрос Маг уже, кстати, стал на легкую линию. Уже завардил. И ждут подхода того, кто все это здесь будет... Того, кто все это будет здесь вардить. Но Резолюшн вместе с Ноуфиром не стали лезть во вражеский лес. Пока что варды при себе все имеют. И Резолюшн вместе с Ноуфиром максимум за руну поборется. Ну и по идее Резолюшн будет стоять в соло, как я понимаю. Дазл, в общем-то, должен отправиться на легкую линию. Помогать в рейс кингу. Ему и правда хелпа нужна. Да ладно, запрещенный прием от Мастер Риск. Ну-ка, дисбант, сразу же. Сразу же, со старта просто. Ты не можешь так делать. Нельзя делать. Мне все можно. Я корова с бревном. Мне все можно. Отлично. Шейкер заблочил крипов. Теперь линия, по идее, должна где-то стать под Тауэр. Если бы Шейкер умел после этого немножко стопить крипов. Нет, у Мастер Риска здесь немножко недополучилось. Крипов заблочить. Ну, а вот здесь у Сайлента все неплохо. Единственный коллега хромой выскочил вперед. Ну, и поэтому драться будут не в близости к Тауэру. И Шейкер не достопит здесь никого. В итоге Мастер Риск вместе с Ноей отправился сюда на линию. Дабла стоит на сложной. У команды Дэни Шберс, у Эмпайр здесь стоит дабла в легкой. Ну, и здесь на хелпе у Резолюшна еще и науфир. По идее, с Дазлом проблем у Резолюшна быть не должно. Но, кто знает. Все-таки здесь антимаг. Все-таки здесь Скайросмаг, который на ранних этапах невероятно доставучий. С этим даже и спорить нет смысла. Он на мидлейн отправляется помогать. Помогать мидлейнеру и мид с такими помощниками, если они удачные. Просто в салат вообще выигрывается. Резолюшн без маны. Гонится у нас за Райзом. Еще пара ударов. Райз 90 хп. Еле ушел отсюда. Еще и под Пойзен Тачем здесь догорает. И парочка стрел бы на Райза Райз развалился бы. Резолюшн Манга я не думаю, что будет здесь ради таких дел юзать. Ладно, смотрим на Крепстат. ВРка перефармливает пока что Йоку на мидлейне. ВР такой герой, которому фармить не сложно. Если он в ровных руках. Ой, какая симпатюля у нас ВРка. ВРка прям на выпускной собралась. Посмотрите на эту прическу. Квапа от Йоку. 5 на 3. 6 на 3 даже против. 8 на 0 от Калкулоса. Ну, некий перефарм присутствует. Ну, не критичный совершенно. Ноуфир погнал у нас Райза. Будут бороться за руну. Просто посмотрел, как люди богатеют на глазах. Просто на ровном месте. Сообщение. Хочешь зарабатывать 5 миллионов долларов? 5 тысяч долларов каждый день на ровном месте. Ничего при этом не делает. Даззл поверил. Его обманули. Даззл теперь начинает наплевать по Райзу. Кстати, под пользу НТача. Мне кажется, Даззл сейчас просто расковыряет у нас Райза. И ошибочно поступил немножко саппорт команды Дениш Бес, что отправился в соло на руну. И Резолюшн уже сюда. Сворачивает уже. Готов бежать. За ним, правда, антимаг. Я смотрю, увязался. Все, вернулись все. Так, смотрим за противостоянием саппортов. Бежит и бьет на эфир. Все, поганой метлой отогнали у нас Скаря Смага с линии. 100 хп. Надо по-любому возвращаться на базу. Поэтому проседать по лайну. Поэтому оставлять без саппортинга антимага. И можно уже выходить на самого антимага. Верка в это время очень сильно на миде. Отхватила от Йоку. Ну, с шадоу-страйками Квапа замучает ВР-ку по-любому. Если с руки бить особенно не получится, то шадоу-страйки это беспроигрышный вариант. Будь там виндран, не будь там виндран. Абсолютно без разницы Квапе. Просто бежит, дает шадоу-страйк, а дальше спокойно занимается фармом крипов. А жертва вынуждена далековато отходить. Ну, Харасит потихоньку Эйса. Уже возвращается сюда Скаря Смаг. У Эйса в это время 7 на 2. У Резолюшена 11 на 3. Линия, можно сказать, выиграна на данном этапе. Райс вообще без фарма. Ну, Фир тоже, в принципе, без фарма. Хотя бы доняет. Но Райс крипам, в принципе, не подходит. Как там поживает Сайлент? У Рейс Кинга в это время 14 на 4. У Ноя, который должен здесь фармить, 11 на 3. Феникс чувствует себя уверенно. Если что, есть Шейкер на хелпе. Ну и Фессура сейчас пойдет от Шейкера. И, кстати, Сайлента могут плотненько здесь поддамажить. Нет, просто отбросился. Чем он там отбрасывается? Черепом каким-то. И убежал отсюда. Как поживает Мидлейн? Калкулус опять поймал Шадоу Страйк. Еще и Скримов Пейн от Йоку. И Калкулус сильно проседает по хп. Йоку тоже проседает. Но у Йоку полная батла. А Калкулусу надо отсюда просто-напросто уходить. Батла пустая. В Курьера нет смысла ее пихать. Да и вообще ни маны, ни хп. Если батла сейчас пустая, а потом прилетит полная, она такая останется пустой. По сути, ситуацию надо исправить только Фонтан. Погалдей Эмпайр немножко впереди. 750 с копейками по экспириенсу. Вот та же история. Сайлента тоже выгнали с линии. Без маны Сайлент. Стана нет. В принципе, сам себе помочь не может. Рубик тут без него как-то живет. А чем вообще занимался Алоха Дэнс? Отводами не очень занимался. Крипов не фармил. 4 крипа всего убил. Непонятно. Ладно, дело его Йоку. Почти 6 левел. Калкулус только-только 5. И сейчас вместе с Соник Вейвом, я думаю, что Йоку попытается убить все-таки своего оппонента. Так, Ноуфир в это время зацепили. Он под Грейвом. Ну и Ноуфир здесь отъезжает. Это ФБ для команды. Так, и здесь еще и на топе Ною поймали. Ответ на топе от команды Эмпайр. Риска будут пытаться ловить. Через одну секунду будет Стан. Ну и Сайлент недоконтролил. Сбили, правда, Хилинг Селф здесь Шейкеру. Шейкера подстопили. И Шейкера убивают. Тотем не успел провязать. Сайлент забирает даблкил. И это гораздо лучше, чем... Фёстблат тут антимага. Я уже говорил неоднократно. Да и все об этом знают. Что... ФБ практически ничего не стоит. Алоха Дэнс, по-моему, приплыл. Его не поджигает. Не попадает. Икарус Дайвом и Рубик на 8 хп отсюда уходит. Ох, как проперло. Рубик пошел отдался нейтралам. Молодец, молодец. Алоха Дэнс остался жив. Странно, что Икарус Дайвом не попал и не поджег. Это просто вокруг него облетел Феникс. И Алоха Дэнс. Главное не суетиться. Стой на месте, поезд проедет мимо. Ну и Йоку продолжает выигрывать свою линию. По фарму у него все хорошо. 30 на 12. Здесь 18 на 0 у Виндренджер. Сильно просел по хп Феникс. Ну и Сайлен тоже невероятно просел по хп. Не знаю, может постоять на линии, а может и уйдет отсюда. Скорее всего, все-таки уйдет. До появления Реинкарнейшн смысла нет. Особенно там тусить. Просто так отдавать золото своим тиммейтам. Здесь, по-моему, лежит уже Транквил Буци. Да, у Ной уже имеются Транквил Буци. Как там Резолюшн? Откровенно, антимаг даже близко не подходит по вообще дамажащей силе в партнеры Легион Коммандер. Она по-любому разваливает антимага. Это факт. Если не разваливает, то трепает так, что приходится убегать вообще, как только куда глаза глядят антимага. Куда там глаза в Рейскингарк летят? Друг на друга. Ну, ровная игра, достаточно пассивная. Герои стараются вынести свои артефакты. Как я понимаю, не очень крутая фиссура. Хорошо, что здесь Ной я не остался. Можно было бы умереть. Так, сайф ТП сюда уже от Йоку. Йоку будет прыгать. Скрим оф Пейн. Одного развалили. Мастериск лохэпешный. Мастериск успевает, не успевает. Успевает улететь Мастериск. Хотя Калкулса поймают. Это гораздо интереснее жертва, чем Мастериск. Алоха Денс забирает этот фраг. Счет становится 4-1. Удачный сейф ТП от Квин оф Пейн. Йоку может возвращаться на линию. В это время Резолюшн продолжает фармить. И антимага загнали прямо по тавану. 22 на 4 у антимага. У Резолюшна 40 на 15. Тут, конечно, не по шансам. В ближайшие минут 5-6 будет. Шестой левел сейчас появится у Резолюшна. И, по идее, антимагу будут отрывать голову. Это точно. Так, у нас файты. Еще один на топ-линии. Моэ забирает у нас в итоге Алоха Денса. На этот раз все получилось. У него есть Супернова. Поэтому лучше не лезть туда Сайленту. И на Реинкарнейшн не хватает ванны. И вообще лучше никуда не лезть. Пойдет сейчас Крепа мстить. Калкулус вроде бы делает полезное дело. Пришли, забрали Рубика. Но с другой стороны он стоит и забирает фарм. Забирает экспу саппортов. Забирает фарм там у оффлейнера. Но при этом мидлейн просто проседает. На мидлейне спокойненько стоит Йоку и фармит. Сейчас Йоку, если прыгнет на Скаре Смага, он его сдувает вообще в считанные секунды. 500 хп всего. Но Йоку перемещается на нижний лайн. Скорее всего будут забирать Антимага. У Резолюшина ульта есть. Алоха Дэнс уже здесь. Не Антимаг, так Тауэр. Стрелами быстренько справляются с Крепами. И будут, скорее всего, забирать Тауэр. Антимаг даже подходить не стал сюда. У Антимага уже есть Ринг оф Хеллс. У него почти готов костыль. Но вышки фиолетового на костыль Антимага у него с самой проблемой. И никто сейвить не летит. Даже не пытается сюда лететь. Йоку, если что, неподалеку. Три героя здесь. Один герой остался на фарме. Это Саймин. Ну Саймин тут далековато, кстати, до Даггера. Так, вопа у нас очень сильно просела от Антимага. Зарядил ульту в Йоку у нас Антимаг. Эквинов Пейн чуть не отъехала. ХП 50 всего лишь осталось у Йоку. Скайрос Маг тоже где-то там наотхватывался. По-моему, это все на Медлэйне происходило. В любом случае, Империя потихоньку, аккуратненько. 4,5 тысячи по голде выигрывает. По Экспириенсу 2,5 выигрывает. И пока датские медведи никаких адекватных вариантов развития событий не показывают. Мне и тем более не показывают Империи. Дайя в середине тавера была в атаке. Непонятно, какая возня происходила там в лесу. В итоге никого не зацепили, а Лоха Дэнс улетел. На Т2 пришли поддефать игроки команды Ноубир. Ну, потому что уже негде фармить просто. Эйсу свою линию он проиграл. Это факт. Давайте в Нетворс откроем и посмотрим. На 11 минуте перефарм, ну, более тысячи у оффлейнера. И перефарм перед кем? Перед антимагом, который стоял на легкой линии при наличии саппорта. Да, Легион Командр очень неприятный оппонент на лайне. С этим не поспоришь. Ну и с антимагом так обходиться тоже не стоит. Когда он будет выфармивать? Когда пойдут сносить хайграунд им уже? Наверное, не лучший вариант. Здесь есть квапа, которая в мидгейме просто отжигать будет. Здесь есть Легион Командр, который тоже отжигать будет через 150 голды. Как только появится даггер, у Резолюшена к тому же уже нормальный левел. К моменту появления даггера, возможно, и восьмой будет. Левел так, в инвизе под смоком. Шейкер плюс райс. Резолюшен что-то увидел и как-то ему это вообще не понравилось. Фессуров никуда. Разворот назад. Так, кто так дает Фессуры? Квапап приобретает себе один обливент стафф. Резолюшен вообще на одинокого просто стоит, выфармливает линию. И у него через один крип появятся деньги на даггер. ВР-ка решила улететь, не драться. Здесь в это время Ноя цепляют. У Ноя есть супернова, но он и так отхиливается. У Резолюшена есть даггер. И даггер в курьере уже летит ему так. У нас замес в лесу. Пошел Алоха Дэнс. Забирает. Блинк. И это более чем круто. Это лучшее, что Рубик мог забрать, в принципе, на данном этапе. Я даже не знаю, что круче. Мистик Флеер нет, наверное. Эхо Слэм, его вообще нет, в принципе. Супернова нафиг, не нужна Рубико. А Блинк это очень круто. Не надо тратить 2 250, как вот Резолюшну приходится тратить на этот Блинк. Так, очень сильно просил Сайлент на топ-лейне. Ну и Сайлент собирается делать отводы. В это время еще и Квапа у нас под Мистик Флеером бегает на мид-лейне. Алоха Дэнс прыгает и сжирает здесь Калкулуса. У него Блинк через секунду. Он просто улетает. И ни Фиссура, ни Птички, ни хрена вообще Алоха Дэнсу в этом файте не надо. Рубик свое дело сделал. Рубик удаляется. По голде 5 с копейками. По экспириенсу 3 с копейками. По голде даже, наверное, 6 тысяч в пользу команды Эмпайр. Как там поживает Антимаг? Антимага 1700 на руках. Батл Фьюри где-то минутик 17-18 может появиться. И СТ его выформит, если оставят его на фрифарме. Но не для того, мне кажется, Резолюшн покупал Блинк Даггер. Да и вообще, Легион Командер отдали целую линию ей. Не для того, мама, ягодку растила, чтобы Легион Командер просто бегала теперь без файтов. Даггер, естественно, для инициаций, для врывов, для получения демеджа благодаря дуэли. Ну и видно, что Резолюшн уже с Ноуфиром отправляются искать первую жертву. Лес. Резолюшн не прыгает на Райза. Интересно, и Смоук еще действует. Можно на мидлейн выйти, но тут три героя сразу. Причем не самых простых героев. Ну и Тавр снесли, все, надо уходить отсюда. Возможно, есть смысл выйти на Феникса, чтобы не дать ему возможность Супернову провязать, а быстренько выйти и расковырять Феникса. Возможно. Все возможно, но пока непонятно. Легион Командер припитает себе Бродсворд. Покупка будет Блэйд Мейла в скором времени. Но пока Резолюшн просто фармит. До файтов дело не доходит, хотя Даггер есть. Файты аж просятся. Дуэль сама себя пополнять не будет. Резолюшн прыгает у нас на... Не прыгает, стоит у нас Резолюшн. Привязка к Ноу Фиру. Ой, как неудачно. Легион Командер здесь оказалось. Ничего, убегает. Подхилл самого себя. Эйса поднимают. Пока что минус 2 делает Эмпайр. Теряют в итоге Резолюшн. Ноу Фир лох ЭПшный. На себя Грейв. Сайлен включает Блэйд Мейл. У него есть Реинкарнейшн. Подстопили Райза. По-прежнему есть Реинкарнация. Уже Киллинг Спри от Сайлента. Калкулуса будут ловить. Главное не потратить ману. Потому что ХП мало. Да ничего, нормально. Все Калкулуса тоже разваливают. Это Даблкил от Сайлента. И лох ЭПшный Эйс. Еще один удар. И это... Минус 5 от Команды Эмпайр. Восстановился Шейкер. Ред респаунился. У него 5 левел. Недолго сидел в таверне. Но в любом случае. Минус 5 Эмпайр делает. Теряет, правда, 3 героев. Ну, Мейн Керри и Мид Лейнер по-прежнему живы. Их не потеряли. 1600 по Галде Эмпайр зарабатывает. 3400 по Экспириенсу. Драка удачная. Ну, единственный минус, опять же, что... Резолюшн не заработал. Никакого дэмэджа на дуэли. Вообще дуэль не дали провязать. Очень удачная стяжка была от... Связка, точнее, от Винд Рейнджер. Так что вообще толком ничего... Провязать не получилось. Ну, и дальше фарм. Дальше фарм. По Галде. Эмпайр выигрывает 8000 по Экспириенсу. 7000 в их пользу. Рубик забирает себе еще и пауэршот. Теперь у Алохо Дэнс будет больше времени на то, чтобы... Пофармить больше возможностей. Пойдет Лиса, наверное, выфармливать. Должен? Я хочу посмотреть, как Рубик это делает. А вот так Рубик это делает. Запустил у нас стрелу. Ноя очень сильно продамаженный. Супернова через одну секунду. Сайлент до сих пор с реинкарнейшеном. Ноя верит. И это пауэршот от Алохо Дэнса. Поигрался с огнем Феникс. Как бы дебильно это ни звучало. И Феникс в итоге сливается. Сайлент до сих пор с реинкарнейшен. Еще один килл от команды Эмпайр. И просто побежали за очередными жертвами. И та пошла от Новофира. Прыжок от Йоку. Нарал на Калкулуса. Еще один пауэршот под хвост Финдрэнджера. И очень сильно битый. Команда Дэнниш Бирж должна отсюда уходить. В это время Сайлент забирает Тауэрм на топ-лейне. И никто никуда не уходит, я смотрю. Все остаются здесь. Резолюшен недоволен. Какого черта? У меня уже скоро 11 левел будет. А по-прежнему никаких сдвигов по дэмэджу не нарисовалось. Ладно, пойду бить крипов. В чем мне? В любой непонятной ситуации бей крипов. В принципе ситуация достаточно понятная. А Квапа никуда отсюда не уходила. И Квапа где-то здесь развалила антимага. Где-то где, я не понял. Подождите. А, это антимаг у нас ТП шнулся, да? Все-таки мертвый. И Квапа сама здесь легла. Фраг забирает Скарас Маг. В это время у нас отвалился один паренек. На топ-лейне просто не успеваю. Резолюшен прыгает на Калкулуса. Надамажил сильно. Но, кстати, Резолюшена сейчас будут, по-моему, забирать. Хлопы никакой. И прилететь, возможно, сюда никто не имеет. Но пошел искать части. Не нашел. Еще два удара по нему. Сейвить сам себя пытается. Но до поры до времени. Скарас Маг забирает еще один фраг. И у Райза теперь 3-1 счет. Легион Командер 524 голды своему оппоненту подарил. А в это время Тим Эмпайр старается расковырять тавер на топ-лейне. 12 тысяч золота, 7500 экспирианс. Что там у антимага с Баттл Фьюри? Все неплохо. Все в относительной близости. Но по таймингу, я думаю, вы понимаете. При отсутствии Пауэр Трэдс. При отсутствии там... Не знаю, чего угодно. Владмира. Антимаг имеет очень плохой тайминг уже сейчас. Он уже никаким образом не успевает в адекватной профессиональной тайминге с Баттл Фьюри. На 20-й минуте при одном сапоге в наличии и пурманшилде это провал. Ну и 75 крипов на 19-й минуте. Будем откровенны, это тоже. Показатель вообще тухловатый. В этом, конечно, плюс Легион Командер 100%. Хотя вот по убийствам пока что у Резолюшена проблемы. По убийствам, что самое печальное, по ассистам. На Роху, что ли, дуэль проюзатель. Рохи кабинет развалил. Ну и Мордиган приносит себе Рейс Кинг. Все, Сайлент программу минимум выполнил. Он упакован. Даггер есть, Армлет есть, Блейдмейл есть. ПТ есть. В большинстве случаев обычно на этом игра и заканчивается. Рубик приобретает себе даггер. Рубик деняет Тауэр на мидлейне. Рубик бьет крипов хейтболтом. Рубик. Главное заучить одну и ту же интонацию и все время ее повторять. Это, кстати, нормальная абсолютная тема. Большинство комментаторов я так наблюдал. Просто взять повествовательную информацию и каждую фразу заканчивать этой повествовательной информацией. Сейчас расскажу немножко попозже. Побежал, да? Побежал бить просто в дуэли. Понесся. Какая-то повествовательная информация, типа... Там... Рейс Кинг собирает Блэйд Мэйл. Резолюшн. Приобрел себе Блэйд Мэйл и купил себе даггер. У Ноуфира есть Magic Wand, есть Аркан Бутсы, 278 голды, золото. И кажется, что человек сейчас будет продолжать фразу, что предложение не оконченное, что вроде как ритм какой-то соблюдается. Сейчас он окончит эту фразу, поставит логическую точку. Нет ничего подобного. Это, конечно, тем многие страдают. То ли от нехватки опытов, то ли просто от лени, или еще от каких-то проблем с этим делом. 12 тысяч по голде Эмпайр, 8 или даже 9 тысяч по экспириенсу, и Т2 на мидлейне начинает гореть. Ну, 12 с копейками. Ну, блин, перефарм, конечно, хороший, но реализации в товарах, но она какая-то полупассивная на самом деле. То есть с таким перефармом уже можно было и на хг заходить на этой минуте. Ну, ладно, тише едешь, дальше будешь. У Йоку появляется Оркит. У Йоку уже есть Огр Клаб. Скорее всего, я думаю, БКБ это будет, чтобы тут никаких шейклов, никаких проблем не было. Потом уже агоним, если и будет. А вот Блэк Кинг Барр прилетает к копе, я немножко не прочекал курьер. Так, ну и пошел замес у нас на Т2 команды... Как их там, Медведик датский. Резолюшн лоу хпшный, за ним бежит Эйс. Файт разделился. Пока что размен 2 в 1 и в пользу команды Дэниш Берс. Йоку у нас под БКБ. Даблкил делает в этом файте. Эйса поймали. Эйс тоже разваливается. Риск очень крутой эхо слэм, но здесь просто не по шансам. Минус 5 от команды Эмпайр. Потеряли троих, сделали минус 5 и... Сейчас, мне кажется, самое время задуматься о своих действиях в команде Дэниш Берс. У них есть проблемы, и с этими проблемами надо столкнуться лицом к лицу. Либо это ГГВП, либо, ребята, деремся чуть-чуть поадекватнее. Разделили файт на двоих, побежали за Легион Командером. В это время распилили троих героев команды Дэниш Берс. Но здесь на опыте играла Империя. Не суетились, спокойненько делали все Алоха Дэнс. Отличное решение, я считаю, от Алоха Дэнс. Он, скорее всего, здесь отъезжает. Хотя нет, Алоха Дэнс не так-то просто. У него есть даггер, и он, скорее всего, еще и уходить даже отсюда не будет на этом даггере. Время есть, пофармит немного. Тут конвейерная игра началась от команды Дэниш Берс. Падает Т3 на нижнем лайне. Упрыгивает Сайлент. Прошили немножко Йоку пауэршотом. Не критично. Цепляет Калкулуса. Это Йоку у нас с Аэгой, поэтому понятно, что он байтит на себя. Калкулус лоу хп стоит. Ну и догорело. В итоге ВР-ка. Алоха Дэнс где-то там доигрался. Сайлент до сих пор с реинкарнейшеном. Сайлент убивает у нас Шейкера. Это уже уикед сик у Сайлента. Плевать, в принципе, через мордико нормально все делается. Пауэршот он выдерживает. Главное, не переключаться сейчас. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Прыжок пошел. Стан к Калкулусу, он под виндраном. Смысла нет. В него лезть. Ну и команда Эмпайр, скорее всего, допилит нижний лайн. Сайлент просто на спокухе абсолютной. Разворачивайся, бей. Ну его подожгли. Тут неудобно. Конечно, надо с мордиконом хотя бы разобраться. Все, догорел Сайлент. Не умер. В смысле, догорел. Перестал гореть. А не догорел окончательно. И никуда отсюда не уходит. Но это такая особенность Рейс Кинга. У него с этим мордигоном можно абсолютные чудеса творить. Если нет какого-то постоянного дэмэджа, то через этот мордигон столько грязи можно навалить на своих оппонентов, что страшно будет. Прыгает опять на хайграунд. На него руну. Ему плевать на... Не руну, а урну. Левать Резолюшн прыгает на Ноя. И его стягивают. И, наконец-то, первый дэмэдж. 14. Умница. Резолюшн зарабатывает 14 дэмэджа. Правда, как бы... Под конец уже этой игры, судя по всему. Эмпайр прилично имеет отрыв. Ну и по сторонам. Вы видите, что происходит. Снесли только Т1. Дениш Бирс на мидлейне. Остальные того раз стоят вообще не тронуты. Посмотрите на этот лайн. Кстати, Резолюшн. Тут реально респектуля отлетела. Как... В каком состоянии вышка? Какую вышку дали в использовании? Такую вышку и вернул. Резолюшн нетронутый. Ты приходил, она была новая. Что с ней случилось? Я приходил, она была новая. Я уходил, она осталась новая. Тавр фуловый. Здесь тавр, конечно, подбит. Ну, в целом, сейфлейн абсолютно проигран командой Дениш Бирс. Какое-то очередное собрание от игроков команды Эмпайр. Прыгает Сайлент. Поднимают Ноя. Ноя не успеет суперновую провязать. Знаете почему? Потому что она была в КД. Ну и потому, что не дали опуститься ему на землю. Сразу после телекинеза отправили в пансионат Фонтан. Сайлент 476 по голде, 930 по экспириенсу. Команда Эмпайр заходит на центральную линию. Это уже второй лайн, который начинает пушить Эмпайр. А Сайлент не может просто жить с фулл хп. Говорит, сбейте мне хп, я хоть с Мордиганом немножко разберусь. Не получается вообще играть. Ну и Ноя у нас лоу хпшно. И Ноя отсюда уходит под Сайлентом. Вытолкнули его. Так бы развалился от Соник Вейван. Мастериск. Фиссура, Алоха Дэнс прыгает, поднимает у нас Эйса. И Антимаг отправляется в таверну. Классный Эхо Слем. Но еще раз говорю, просто не по левелу. Не по левелу. Тут куча артефактов. Тут куча хелпы. Тут есть под Сейф. Куча хп у каждого. Здесь Кераса, Мордиганы, Шмордиганы. Миллион всего. 1600 у Легион Командера. И этот Эхо Слем, по-моему, первого левела даже, если не ошибаюсь. Да, первого левела. Седьмой сам по себе Шейкер. Вот так вот Шейкл на Шейкл. Резолюшн, бить Калкулуса. Еще один удар, еще один удар и еще дополнительный дэмэдж. Для Легион Командер. Отлично, 42. Нормально. Под конец игры даже и неплохо. Ну и Сайлент. Я как не смотрю на Хелс Барон, постоянно тут лоу хпшный. И при этом никогда не мертвый. И дальше погоня за Эйсом. Эйс прыгает у нас на хг. И этот Баттл Фьюри никуда вообще не деть. Владмира здесь уже не будет, Манта Стайла. Здесь тоже не будет. Ну, борется команда Дэниш Берс. Это понятно, никто не любит проигрывать. Никому это не нравится. Ну, что поделать? Просто по уровню они явно слабее, чем... Не только чем Эмпайр, но и чем ПР, которых Эмпайр отправили. Отдыхать из квалификации. Жалко ПРов. Безусловно, Дэниш Берс тоже, конечно, молодцы. Но на их месте реально должны были быть Пауэр Рейнджерс. Как минимум. Как минимум. Ну и Good Game Well Play, пишет. Команда Дэниш Берс. Поздравляем команду Эмпайр. Они выходят в финал. И, по-моему, они уже проходят в региональную квалификацию. Там две команды. То есть финалисты проходят в региональную квалификацию. И сейчас будет матч. Сейчас скажу против кого. Уже голос подсел. Сегодня целый день. С двух часов дня уже. Шесть часов нон-стоп разговоров. Сейчас глянем. Эмпайр выиграли. Здесь еще непонятно. NHP против БРМ играет. По счету ничего вам сказать не могу. Ну что, ждем следующих соперников команды Эмпайр. Они быстро справились со своими тиммейтами. Там немножко другая ситуация в той дабле. Не будем забывать, что это Best of 3. Я вам в чат, ребят, конечно же, напишу, что там да как. Как играет Сайлент на этом Рейс Кинге? Ни одной смерти вообще. 10 убийств, 12 ассистов. Офигеть. Резолюшена, конечно, тут нормально так подрезали 13-й левел. Ну, не пошло немножко. Хотя, что не пошло у него, пошло у команды. Это нормальная тема. Принял все неудачи на себя, зато Тима зарешала. Отлично. Тимплей на грани фантастики. Все, я буду держать вас в курсе. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Группа ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм. Все, что хотите вообще, подписывайте. Мы очень социальны в этом вопросе. Напомню еще раз, с вами друг. Это студия Кракам ТВ. Все это при поддержке Тим Эмпайр. Наблюдаем за последним матчем на сегодня, который нас ждет. Это Best of 3, в котором Эмпайр принимает участие. И принимает какая-то еще из двух команд, которые я называл немного ранее. Всю информацию по поводу, против кого играть и через сколько начнется матч, я буду запиливать в чат. Поэтому не переключайтесь. Все, вернемся через несколько минут. Продолжение следует...